С волками Сергей Минаев и Игорь Ружейников На радио Маяк Да, мы начинаем У нас в гостях группа Серебро сегодня в высеченном составе Мы вышли сегодня с Ружейником только что в коридор А девушки гуторили на английской чистой мове А мы ничего не понимали Мы ничего не понимали И наш форум главный пишет некто Жерарда Greetings from Mexico, dear Серебро Here you have at least five or six fans So I hope that maybe one day you could come to America Also you have fans in USA Ну, на русский язык это можно перевести, что у вас Рабшан Пять или шесть узбеков послушаем Девочки, здравствуйте Привет всем, привет, ведущие волки Ведущие волки Какие вы зайки Есть ведомый волк А вы волки? Нет, это неправда С вами мы сегодня будем зайки Обещали нас порвать сегодня на эфире, поэтому я уже готова Кто тебе сказал, что мы вас обещали порвать? Вы слишком молод Мы боимся, что за вам срок дадут Абсолютно Совершенно справедливо Бойтесь У меня первый вопрос назрел Как вас зовут? Не, 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 что-то мы все знаем Вот, скажите, пожалуйста, девочки А вы, на самом деле, вот поскольку у вас Все ваше последнее творчество с наркотой связано Почему это так вы решили? А я расскажу Значит, на сайте, на официальном сайте группы Серебро Вот написано, снят новый клип на песню Мэри Уорнер Мэри Уорнер, это значит, только дураки не знают Что это сленговое название-то? Травки Травки Марихуаны Мне очень нравится, как на русских сайтах переводится Мэри Уорнер Мэри из киностудии Уорнер Ну, ничего подобного Мэри Учредитель Вот, значит, я, конечно, понимаю, что ваш продюсер постоянный Вот, господин, ну, первый и последний, наверное, господин Фадеев У него самая главная фишка, разумеется, с этого все началось Это линда Это трава Это трава Ваша банди Нет, я не ошибаюсь Текст песни написала Оля Серебкина Именно поэтому она и не пришла На вашем официальном сайте было написано, что она принимала участие в написании английского языка Что за недержание это такое словесное? А другого не бывает С малолетками по-другому не может быть Так вот, скажите мне, пожалуйста, я, значит, первый Он подлезал Да, это глизнул нам, как малолетки Опа-на Какие девочки ужасные Это уже противно звучит Почему? А вы не знаете, как у них звучит? Нет, я знаю, что это новое эфире, радио, маяк Государство, телерадиокомпания А вы считаете, что у нас государство это не делает? Мариуан, это значит нормально А курили, государство, значит, нормально Так, это первое Значит, второе Я вопрос так еще не задал Да-да-да-да, все претензии сразу Вопрос, значит, вопрос по поводу, опять-таки, излишек всяких нехороших Творение большое будет называться, как там? Опиум-рос, да? Это уже случилось Ну хорошо, слава богу Не то, что будет называться Это уже называется, это большое творение И наша гордость Чудесно Опиум, опять же, только не надо говорить, что это духи такие Вот, опиум, стало быть Марихуана Что вы несете нашему поколению? Хорошо, что это вас задевает Значит, возможно, вы будете покупать Возможно, вы потенциально покупаете Нет, мы с пиратами Это понятно С нами цуешь Что покупать? Это наш диск Это название нашего диска Мы очень горды этим, потому что мы шли к этому полтора года Выбирали самые лучшие треки И спасибо нашему продюсерам из нашей коллекции У нас песен больше, чем уже на два диска Как у Маклэй Джексон, на самом деле Да И сейчас мы выпустили первый диск Называется Опиум-рос Очень симпатичное творение Очень большие Это ваш первый альбом будет? Да Это наш первый альбом Очень хорошие треки Подождите, а на Евровидении у вас, когда вы были, у вас не было раздевая альбома? На Евровидении мы приехали с абсолютно единственной песней Расскажу, почему Мы не хотели начинать свою группу Так случилось, что большое жюри, которое выбирает претендентов на Евровидении Выбрало нас, потому что наши песни не посчитали, что она самая лучшая на сегодняшний день в России За что мы Аксюте до сих пор очень благодарны Да, это как раз был господин Аксюте Можно подумать, никто этого не знает Россия сказала, надо, мы встали и пошли То есть это не было нашим абсолютным живым желанием Нам пришлось это сделать, потому что мы должны И мы волновались Слушайте, откуда у вас такой нечеловеческий папус? А что у нас граф Толстой? Папус? Граф Суворов ничего не есть? Ты знаешь, это профессия Морисовская Because we must Конечно, конечно Россия, кстати, знаете, вот та часть России, которую зовут Минаев и Ружеников, ее никто не спрашивал, кого она хочет видеть на Евровидении Это же проблемы этой России Нет, абсолютно, абсолютно до балды, это другая Россия Вот и я вам об этом скажу А что у нас действительно, граф Толстой-то ничего не ест И граф Суворов-то у нас ничего не ест Настя, стесняешься, честно скажу? Есть немного Просто пока вы не замолчите, не начнете А мы не замолчим Так и, Настя, не начинай А вы новенькая? Да Вы совершеннолетняя? Конечно Окей Скажите, а как давно у вас в группе? Лучше не говори ему, он опасный Но в группе я с 15-го числа официально С 15-го чего? 15-го июня 15-го июня, то есть вы совсем практически же недавно Инициация вот прошла только-только Сегодня практически инициация Вакцинация И скажите, а какая у вас функция? Вы на чем-то играете или вы поете тоже вместе? Нет, я пою Вы поете? А вы пишете музыку или тексты? Нет, я не пишу музыку, и тексты я тоже не пишу Все со временем Хотя в 16 лет я написала две песни Но их никто не слышал Они в моей голове Слушай, Настя, вот смотри Вот ты занимаешься музыкой А тебя не пугает вот такая фигня Ты же об этом честно и откровенно сказал Я прислала свою фотографию Я прислала фотографию и резюме То есть я написала Не, ну как так, а? Вот объясни, пожалуйста Я ни черта не понимаю Я, конечно, безумно устарел Ко мне тело пристает, я не могу Пускай пристает А я с Настей поговорю А сколько? Что за петель? Я с Настей Поэтически Певица присылает фотографию Да Говорит, хочу петь в группе Ну так нужно прислать фотографию, чтобы тебя еще увидели, как выглядишь Нет, подожди Ты только Нет, ты сначала прислала фотографию Нет, я прислала резюме вместе с фотографией Но без демы Ну то есть демы, запись ты и не прислала Это поэток, чтобы это так Это то, что голоса не нужны, да, получается, Максим Фадееву? Голоса нужны, но голоса проверяются, когда ты уже приезжаешь на встречу А много таких там было? Или ты одна приехала? Ну, когда я приехала, я была одна Понятно Наверное, все-таки встречи проходят индивидуально с каждым Мадмазель Тимик, а вы как попали в эту чудесную группу? Расскажите нам Прекратите трогать наши звери Расскажу просто Есть такой зверь Зрители и слушатели не слышат этого Не видят точнее Каждый раз, когда я прихожу на радио Майя Здесь есть песочные часы, которые я требую И маленький олень без одного глаза Без правого глаза 73-й персонаж, который об этом рассказывает Ну, хорошо Думаю, что не каждый человек вас слушает Вот, может быть, сейчас мои друзья вас слушают По большому счастью вашему Вот, и поэтому пусть они услышат эту историю Как я попала в группу Серебр Значит, «Фабрика звезд» номер 2 Я там участница, продюсер Максим Фадеев Я прошла этот большой конкурс Мне очень понравилось Потом гастроли Потом затишь И Максим Фадеев предлагает сделать женскую группу Я всегда за Потому что я себя видела только в женской группе И поэтому Оля Серебкина Настя Карпова И вот группа «Серебро» А вы занимались Кто-то вам ставил выступление медийное, что ли? Вы почему сразу в такой пафос впадаете? Надо беречь микрофон Ну, Сережа Я не беру микрофон У меня тут стоит вообще Не занимался Пускай хоть что-то будет стоять В конце концов Вот хоть как-нибудь реагировать на вас Вот как получается, так есть Иначе я вообще не реагирую Нет-нет-нет, спокойно Подожди Мы у нас абсолютно нормальный человеческий Абсолютно Мне тоже очень нравится Пойми нас правильно У нас, ну, очень забавное отношение К любым фабричным проектам Фабричным не в смысле телевизора А вот у буржуев это называется Продюсерский проект То есть собирается команда Там три года живет То есть вам осталось Последний понедельник жить Ой, хорошо, друзья, я понимаю вас Вы в Каве думаете, что вы хотите Вы наши треки слышали? Вы опиум рост слышали? Не, мы слышали только вот про Вот на букву Б девушку Да? Ну что ж, давайте договоримся А вы могли бы спеть у нас? Ну конечно Вот, Сереж, я тебя прошу, вот только это Ты в отпуск уходишь, а мне еще работать, ты знаешь После того, как здесь Дима Билан пела капелла Потом, как вот этого персонажа звали? Я тоже люблю, знаете, персонажи Вот такие хорошие персонажи Я не буду петь для вас капеллу Правильно, не надо Не буду у вас персонажей мучить А капелла поется вдвоем или втроем Абсолютно В одиночку нельзя Так, вот все Что будем делать? Я стесняюсь Закарпова Настя Сережа Сережа, ваши, конечно, фишки Там, зателки, там, хаусмен Или там А хаусмен, это не никому Нет, это доктор, который А вы, кстати, слышали феньку такую По-русски на самом деле Шоу-бизнес по-русски Значит, выходит фильм, да? Такой доктор хаус по-русски Будет называться доктор тырса На полном серьезном Там Пареченков снимается, да? Да А почему ты? А почему ты? Тырса Фамилия такая русская Хаус, тырса Ну почему нет? Ну, цепляет Это вот Вас цепляет, может быть Шоу-бизнес по-русски Здесь так все так молча отреагировали Слушайте, давайте к музыке вашей вернемся А вы поете на английском исключительно? И на английском, и на русском И на русском Хорошо Хорошо, то есть, если вы поете на английском Вы хотите выйти на международные какие-то рынки, вероятно? Нет, просто я, например, считаю, что песни по-английски звучат лучше, чем по-русски Это правда Звуки красивее Звуки красивее А вам какая английская музыка нравится? Наша Правильно, вот это вот Кроме вашей музыки Нет, не очень крутой ответ Он приблизительно в сто пятьсотый раз я его слышал Кроме вашей гениальной музыки Я счастливчик, вы счастливили меня Кроме вашей гениальной музыки Какая вам еще нравится музыка импортная? Я меломан Мне нравится вся музыка Расскажу почему Я не написала за свою жизнь ни одного трека, ни одной песни Поэтому никогда не буду, извините меня за слово, обсирать ни одной песни Поэтому мне нравятся все Все молодцы, все достоины Но у вас есть какие-то любимые группы, вероятно? Вероятно, конечно, но я не могу сейчас вспомнить, и слишком много Хорошо, значит вопрос о балете, о любимом балете мы оставим, но потом А книга? А песню будем слушать Давай, а потом а книга? Мы должны послушать песню Потом мы устроим серьезнейший разбор песни Правда же, Сережа? Да, мы песню группы «Серебро» будем слушать? Ну да! Окей Танцы с волками Хороший гость Общительный гость И не злобливый, я бы сказал даже Не озлобленный Не озлобленный, да Сегодня у нас в гостях часть, большая часть, может быть, даже лучшая, не знаю Группа «Серебро» и Лена Темникова, и Анастасия Карпова Значит, мы сейчас елея польем Вот мы с Сережей только что обсудили, что первая песня, с которой группа «Серебро» вышла на Евровидение, нам нравится Ну, по сравнению с тем трэшем, который обычно крутится на Евровидение, это была очень хорошая песня Но только на английском языке Да, на русском языке она уже не будет, это уже, да А на английском она была хорошая Также я готов пропеть «Дифферамбы» за ходом, ютюбовским, на клипы группы «Серебро», на самом деле Серьезная фигня Да, их много смотрят Да не то слово, это правда Девушки, вы совершенно напрасно испугались нашим выпадом Шоу-бизнес весь жестокое Ленка, микрофон, пожалуйста Ну, я же вижу твои глаза, не слышу твой голос Шоу-бизнес весь жестокое, не все доживают до 51-го, даже на самом деле Вот, и вопросы, ну, могут отличаться от вопросов традиционных Там, насчет ваших творческих планов, насчет того, что вы любите, что не любите Да, абсолютно неинтересно Лена начала говорить о литературе, скажите, Лена, какие книжки вы читаете обычно? Здравствуйте, Сергей По-нормальному, не раздевая меня глазами уже Я уже раздел тебя глазами За телки, мне это было крайне страшно Хорошо, я открыл глаза Да-да-да, давайте подумаем о высшем Какую литературу? Абсолютно я миломан и в литературе тоже, я люблю и альтернативу нашу И не нашу, и не нашу, и Чака Паланика, ну, правда, если ты был несколько лет назад, до сих пор такой оттечаток на моей жизни, то есть весь Чак Паланик когда-то был в моей жизни А вам какая вещь Чака Паланика особенно нравится? Та самая, Сережа, та самая Да я не знаю, там, может быть, и, наверное... Кино снято только по двуму Колыбельная только ради одной идеи Уцелевшая очень даже Ну, видишь как? Понятно, понятно, что... Я говорю, это шемениный сердце Нет, у нас просто тут спрашивают Девочки, наверное, не читают Мало кто знает Колыбельную А какое отношение имеет литература вообще к музыке? Я не понимаю, Сережа Я не знаю, почему вопрос о литературе Просто это мое свободное время, занята вся литературой, больше ничем Вряд ли я слушаю радио, вряд ли я смотрю телевизор Потому что у нас либо гастроли, которых... Ну, правда, очень много гастролей Все время мы где-то Все время это радость Потому что разные города Где-то можно в аквапарке искупаться Где-то можно сходить в классный кинотеатр Лучше, чем в Москве Да, это радость Как ни странно, да Да, абсолютно Но... Вы откуда приехали в Москву? Из Омска Из Кургана Я считаю, что в Кургане гораздо лучше кинотеатр, чем... Я просто в московских кинотеатрах не был уже очень давно А в Кургане были? В Кургане я регулярно Ну, вот это... Вот это и есть По сути, ради которой мы собрались сегодня Я... Как только я слышу Вы знаете, вот на самом деле Вот самые крутые бутики У нас вот в Екатеринбурге, говорит москвич трехлетний Кинотеатры самые крутые Я вообще не понимаю, что такое Крутые, не крутые, хорошие или плохие Вот у меня, например, хочется, чтобы в Москве музыка хорошая была А вы в Москве часто выступаете? Честно говоря, нет А почему? Мы очень дорого стоим А сколько вы стоите? 20 тысяч евро За час? За концерт Это правильно За песню За песню За концерт из каких песен? За час мне не устраивает Это вот ваше понятие Может меньше А сколько концерт продолжается, Настя, расскажите нам? 45 минут, серый час, может быть, полтора Ну, смотрите, а на корпоративу? Ну, по сути, это же хорошие деньги 20 тысяч евро за час Конечно А мы можем у этого в эфире, кстати, объявляйте? Да Почему нет? Телефон только не объявляйте Да, может быть, вы станете еще более мега востребованы Что тут? Но в Москве вас не приглашают То есть, для Москвы это дороговато, а для Умска нет Дороговато? Нет, почему? В Москве бываем очень часто Часто просто реже, чем где-либо Нет, девочки, в Москве, конечно, вы бываете не часто Но это, кстати, не минус Это даже плюс Нет, это вдвойне минус, Сережа Девочки в Москве бывают не часто Сережа, это вдвойне минус Потому как лучше девочки, чем Сява Вот Сяву в Москве сейчас подписалось За сегодняшний день я слышу уже трижды о Сяве Меня зовут Сява, я и... А как вы относитесь к творчеству Сявы? Молодец Вам нравится, что Слава? Абсолютно нравится Слава даже знаю Ты не слышала нас, Сяву? Нет, это... Это очень крутой биджей из Екатеринбурга Да, он читает хип-хоп В Екатеринбурге гораздо круче диджей, чем у нас С матами Вот, и после того, как он... А вы диджей, кстати? Да, конечно После того, как он с Нагана сделал видео, которое взорвалось в интернете Он стал очень востребован Я был на его выступлении в клубе Famous Это была поразительная шняга Зачем? Я был выпущен и попал туда А-а-а Вот, ну я хочу сказать, что... Почему вы так стрете, если даже не видели его концерты? Я видел его концерты Он очень хороший Его любят Его популярность выше, чем популярность Нет-нет, стоп-стоп, подожди Не надо быть насчет популярности Водка, которая стоит 90 рублей Популярность водки, которая стоит 900 рублей Не надо только говорить Нет-нет, Сяма это очень хорошо У Сяма это очень хорошо У Сяма очень старенький, старый, песок сыпется У Сяма очень хороший голос Он потому что выступал вместе с диджеем Листом И... Тоже певец известный Тоже известный певец, да И он пел В некоторых моментах он подтягивал У него довольно неплохой голос Вероятно, у него была мастеряшка А, так он поет, а не читает В основном он читает Там он еще и пел Может, лучше ему петь надо все-таки Вот, насчет твою реплику Что мы кого-то там апси, чего-то Как-то нет Я просто считаю, что когда Зал в количестве 300 человек Аплодирует человеку, который посылает их на три буквы Либо в зале люди ненормальные Ну, либо... Я даже не знаю, как это объяснить Именно поэтому... Ну, а вы не аплодировали, а просто смотрели Да, да Да, вам ведь было... Большая часть команды «Серебро» в гостях Лен Темникова и Настя Капова У нас вопрос к самой скромной сейчас Сергеем Минаевым будет вопрос К самой скромной участнице Ну, вот такого дуэта получается Значит, ходят слухи, Настя Что твоя предшественница Ушла из-за несовместимости Личной жизни и гастрольной идеи И вообще творческой деятельности А ты вот не боишься, Настя? Нет, не боюсь Ну, подождите, тебе скажут Не, не рожать, ничего, не нужно Слушайте, ну это ходят слухи Вот разберитесь вас в слухах Я спросил, ходят слухи, сказал Сказать, нет, это неправда Все, это неправда Это неправда Слухи, это неправда Подождите, Лена, я вас не спрашиваю По поводу Марины я вообще ничего не могу сказать Потому что... Нет, конечно, Марин, бог с ней, ее нет Вот, она все, она далеко Вот ты не боишься, что твоя личная жизнь Вот именно твоя, Настя Наверное, сейчас я не переживаю по этому поводу Потому что у меня нет личной жизни на данный момент У меня есть работа, есть любимое дело Есть группа Серебро и музыка Максима Фадеева Это то, что я люблю на данный момент Поэтому я не думаю о личной жизни И о том, что будет в будущем Я смотрю только в настоящее Серьезно? Да? Да, Лена, коли уж вы так рвались отвечать за вашу коллегу Вы знаете, когда вы говорите, я слышу вашего продюсера У вас есть собственные мысли какие-то? Конечно Он тихо говорит Паланика вы заучили, судя по всему, да? Да расскажите, о чем бойцовский клуб в двух словах Как детей бить, Сережа А вы, наверное, единственное, что читали Ну, например, да Не-не, мы Сережа кино смотрели Мы даже не читали Причем не кино, а трейлер Да Ну что ж, давайте так поговорим По поводу, мне задел, на самом деле Мои мысли о мысли продюсер Как уны Расскажу вам так Действительно, есть концепция группы Серебро Есть продюсер Максим Фадеев Который диктует, как желательно жить Да Но есть мы, которые абсолютно согласны И даже иногда спорим Наверное, вы, да, вы сомневаетесь в этом Иногда спорим Суверенная демократия Ну, абсолютно С вами именно Голодные, но злые Вот точно прям Программа Волки, волки Волки вечером Ну, какие злые Ребят, ну давайте по чесноку Ну, правда, вы агрессивно настроены Я абсолютно добра к вам Мне все нравится Я могу ответить на любой ваш самый каверный вопрос Дело в том, что вы не понимаете Почти только как вы не ответили на вопрос о любимой группе В общем-то вопросов больше нет Человек, который занимается музыкой, должен быть инспирирован чем-то Знаете такое слово? Нет, я такого слова, кстати, не знаю Хорошо Инспирирован Ну, то есть вас тут должно было вдохновить Вот, хорошо Уже люди хорошо Ну, вот спасибо большое за комплимент Очень милый Это шутка Это шутка Это тоже милая, милая, милая шутка Просто довольно Знаете, как вы Помните, как же С вами говорит, когда вы ничего не поймете, что отвечаете Как вы, Иван Васильевич меняет профессию Лен, на самом деле Вот у нас такое ощущение, что ты гораздо более агрессивный, чем мы И с чем это связано, совершенно непонятно Дело все в том, что наш шоу-бизнес Наш шоу-бизнес Вот на наш Всегда готов к агрессии Ничего подобного Как раз наш шоу-бизнес готов к тому, что все его облизывают со всех сторон Во всех тупых глянцах, во всех ракурсах все дел появляется Мне нравится ваше тупых глянцах Вы красиво ведете, вы хорошие ведущие Тупые, тупые Понимаете, вы в нашу глубину еще не вошли Вот, ты давай войти Лен, понимаете Давайте войти Придуми какое-нибудь другое слово Неанально Неанально Неанальнофекально Понимаешь Актификации попробуем убрать отсюда Да, ну понимаете, друзья Нет выражения Вот мы сейчас с вами сидим в студии Нам все нравится Мы были много раз на радиомаяк Но вот такого странного эфира у нас не было еще Я не говорю, что он плохой, нет Вот, самое главное Лен, молодец Видишь, уже хорошо Спасибо приятно Молодец Спасибо Нам хотелось бы раскрыть вас для наших радиослушателей Но это не получается А знаете почему? Вы очень много говорите Это правда Это правда Вам платят деньги за то, что вы поете Нам за то, что мы говорим Ты понимаешь, рассказы о том, что мы были на гастролях там-то Мы очень любим нашу публику Работа вся эта наша жизнь Вы, наверное, сегодня это уже говорили? Вы это говорили Вы это говорили Вы это говорили в своих Вы не ли правда? Нет, ну что-то еще может быть Как ты милый Что-нибудь еще может быть, правда, девочки? Да, конечно, может быть У вас есть какие-то интересные жизни? У нас очень интересная жизнь Знаете почему? Почему? Вот я вам расскажу Все думают, что шоу-бизнес это тусовки Вот эти все Вау, красная икра, шампанское на тусовках Нифига У нас все не так У нас очень много достроений Мы думали, что икра черная все А, икра все-таки черная А, да, извините Ну, хотелось бы Вам бы хотелось Нам уже ничего не хочется У нас жизнь немножко другая Жизнь наша такая Это гастроли Это работа, интервью Радиомаяк, в конце концов Съемки клипов Мы с ним дома смотрим фильмы Читаем книжки Читаем книги даже Сергей Минаев Именно вот Из зателки, вот помню, было как-то А у вас было? У вас было вот неприятие? Конечно, было Нет, подождите Вашего клипа Видеоряда Вашего клипа Про опиум Нет? Вы знаете, только с вашей стороны Я думаю Если сейчас начнется, то будет А как вообще не было? Ведь вряд ли мы общаемся со всеми Конечно, я в принципе понимаю Что у каждого человека свое мнение Вам может нравиться Может не нравиться Может быть вообще все равно на этот клип Может быть его даже возможно И не будет вам хорошо Он качественный Он качественный, хороший Мы старались Знаете, любой артист Даже самый дурацкий Вот на ваш взгляд На ваш умный взгляд Даже самый странный Возможно не очень сформированный Или пафосный Как вы любите это слово Артист Ни разу не произнес Сегодня вы произносили Правда в наш адрес Каждый артист старается Для зрителей Для вас Не, не, стоп Вот этого не надо Давай вот для нас не надо Понимаешь? Для нас не надо Для зрителей под краном Каждый старается Для своего зрителя Нельзя работать Для всех зрителей Правильно, да? Ну нельзя же для всех А что вы это Все зрители Это просто зрители То есть вы для кого-то Вы для кого-то стараетесь Вот У меня есть Понимаете, я не являюсь Вашим большим поклонником Как Сергей, разумеется Вот, но это ничего не значит Вы действительно Вы работаете Работаете, вероятно, на износ У меня есть очень простой вопрос Вот весь Весь клип Ваш, видео Клип, не люблю это слово Оно такое очень Совковое Видео Видео, весь лучше Видео, да? Это мечта Мечта школьника Которому негде трахаться Что вы говорите? А что нет? А вы смотрели видео? Да, конечно Разумеется Я сегодня Специально Посмотрел Все ваши три видео Которые висят в ютубе Что же вы такое говорите? Ну разве нет? Неужели всего три? Подождите Всего три, на самом деле Ладно А почему вот именно А выпускники и о школьники? Почему у вас такие? Что же у вас за фантазии? Взрослые люди Больше гораздо Взрослые люди вас не слушают же У вас, в общем, молодая аудитория Нет, на самом деле Мы ориентированы на гораздо старшие Понятно Все, понятно Все, все Лена, расскажите На каком публику вы интересны? Как только старше Неужели он не понял, а? Старше гораздо Сколько Гораздо старше Только волосы надо покрасить Другой цвет И будь старше Слушай, у меня такое ощущение Что это очень хорошая Качественная музыка Тонированных девяток То есть действительно Очень классно сделано И ты слушаешь, извините Но я не понимаю Что такое музыка Тонированных девяток Ну и у нас есть определенная Категория населения Которая ездит на автомобилях девятка Ведь это же образ собирателя А чем плохие машины? Ну это плохая машина Плохая машина Если ты считаешь Что эта машина плохая Иди и скажи Путину Как сделать лучше Понял? Вот так вот цитирует Вы говорите сейчас о национальности? Скажите мне Нет, я не говорю Нет, да? Мадам, вы поймете Это хорошо Знаете, как Передергивать с ведущим С стальной полиции шоу У вас не получится Так я говорю Я о национальности А у машинах Просто водители девяток Или обладатели девяток Это особая категория Вы не согласны, Настя? Это же специальные люди такие Я просто на самом деле Не понимаю О чем вы таком сложном Для нас говорите Водители девяток Чем они вам так неудачили Это не шутка Действительно есть категория Молодых людей Которые покупают девятки И не потому что Они их очень любят Но у них пока нет денег на BMW Потом они пересаживаются на BMW Но это все равно Стоит с той же категорией людей Такой средний класс Это не средний Ну нет Не средний На наш скромный взгляд Это такая категория А может это большие патриоты просто Которые не хотят Поношенную Тойоту А садятся на девятку Молодцы Я считаю молодцы Они потом на бэху сядут Вот Это такая категория Боковатых юнош У которых вот играет Определенный набор музыки Причем группа серебро Я считаю что это лучший случай Потому что обычно Их шансон играет Мы не шутим Мы действительно говорим Что это качественная музыка Нам всегда приятно Даже когда вы просто Произносите группу серебро Почему? А как ты думаешь Что они слушают? Шансон То есть ты знаешь эту категорию Видишь? Я поняла про что вы говорите Да я думаю что они все таки Слушают шансон Сергей как не вам Знать такую категорию Девочки Мы уклонились Я просто сказал что Слушают вас люди очень молодые Вот Вы сказали что Слушают вас люди Слушают нас красные Вы нас не хотите услышать Давайте давайте Говори Лен говори Я закончила уже Слушают нас разное Если бы вы были на наших концернах Вы бы видели что На самом деле категория разная Совершенно И молодые И довольно таки взрослые люди Ты пойми Когда ты приезжаешь Когда ты приезжаешь в город Где приезд группы серебро Это событие величайшее Потому что все остальное Что приезжает Это соседние группы из Пырловки А это серьезная столичная группа Которая прогремела В общем-то На всю Европу Понимаешь Придут все От мала до велика С тещами И детьми Именно поэтому Вы их видите В Москве Идут выпускники В Москве да Выпускники Молодежь Правильно Москва дает 80% Дохода Шоу бизнес Вот То есть вы работаете Для молодежи Вот что я хотел сказать Для совсем молодежи Совсем маленьких Вот А до этого я спросил Охи Трахи сплошные Хотя я все делал До сих пор Люблю очень Там кроме Ох Пытаюсь Сережа Я пытаюсь Не смотри так на меня Я пытаюсь еще любить Ухитральщик Уже тяжело Аудиовизуально Да Исключительно В зеркале Причем Вот Но там больше В этом клипе Больше ничего нет Да ладно То есть великолепный Великолепный Негритянский видеоряд МТВ Десятилетней дамы Я поэтому Я расскажу о чем клипе Расскажи Давай Расскажи Ну смотрите Значит Есть три солистки Да три девушки А все на разные Разный темперамент Вы видите Чтобы мы целовались Или трогали Или показывали Интимные места Нет Или раздевались Нет Мы были в красивых платьях Начинается с того Что вы Поехали Я себя не защищаю Услаждаете себя Дверными ручками Там с этого Неслаждые слова Я даже не знаю О чем вы говорите Детишки Посмотрите Детишки вас не слушают Вы сейчас смотрите Есть три разных истории Да Три девушки Которые встречаются С одним парнем И потом они понимают Что они все втроем Встречаются с одним парнем И они вот на него Выбрасывают свои эмоции И посылают его Сами знаете Подальше друг от друга Я таких слов не знаю Не знаю Подальше Подальше Посылайте подальше Есть такое слово Дальше Вот И вы знаете Клип неплохой Как мне кажется Нет он качественный Дорогой Мы постарались Мы постарались От души конечно Дорогой клип То есть у вас И все же вам не понравилось Опять эти гости Траги Как вы считаете Нет ничего подобного Нет я только тому говорю Что все это уже было Все это для тех людей Кто с вашей морковки Ничего не ел Кто ничего не видел Ни пять Ни десять лет назад Но вы это живете В 2009 году Девчушки И вы тоже Подождите Есть клипы Которые практически Во всех клипах Там раздеваются Целуются Мы против В наших клипах Нет это хорошо Сергей Минаев Не пытался нас раздеть Глазами Так почему вам не нравится Что у меня Там ничего кроме трех девушек нет Вообще Но это красиво Хотя бы красивая картинка Красивая картинка Знаете что Зачем мы этот клип сняли Душа моя Есть такая Поверься Мадонна Песня еще про Песня Мадонна Сейчас они закончат Параллельно Есть такая пица Мадонна У нее был клип Justify My Love Помнишь да Когда она идет Вот по мотелю И там тоже Дастся довольно грязные видео Потому что там хорошая песня Главное тоже довольно грязные Нет я имею ввиду Что по составу Да Но там очень хорошая песня Вот И вот я Я могу очень То что вам не понравилось И клип плохой Нет здесь песни не было Ладно ладно Знаете кстати Я не хочу с вами драться Вам не понравилась Окей В том-то и дело Ничего страшного Конечно Ничего страшного абсолютно Мы сегодня пришли себя позиционировать С хорошей стороны И по-моему На этом Очень получается Вам удалось Спасибо вам Совершенно справедливо Вы так нам помогаете Вы знаете как Дождь Давай все-таки вопрос зададим Давай Под конец Я хотел Маленькую ремарку По поводу позиционирования Да это конец На вашем сайте SilverSung.ru Это же ваш сайт Да Написано Вот Одна из колонок Зазывается Бесценный опыт Это не наш сайт Не ваш сайт Это не какой-то пиратский Вот это не ваш сайт Нет Это не наш сайт А у вас по-моему У вас SU Да Серебро.su Да Вопрос нет А то это тоже загадочная группа Я думал что ваш Просто там бесценные слова Через С пишут А не через З Ну это не важно Это мелочь Сережка Традиционный вопрос Я вам даю Традиционный вопрос Я думаю что еще лет 10 Как минимум А вы Настя Будем расти А я только начала Поэтому чем больше Тем лучше Молодец Молодец Девушки Вы выдержали Вот теперь вы можете Приходить в любые эфиры Честное слово Да после этого Вы сами такие мощные Крутые монстры Не крутые Это нас Монстры радиоэфира Не-не-не Спасибо Да ладно Вы такие есть Вы очень симпатичные Вы тоже Нам очень понравились Удачи вам И вам И вам Будем читать дальше Писать Ну, и с этой программой она, как вы уже поняли, вот гости у нас ушли из студии. Ты знаешь, Гарик, я тебе хочу вот что сказать. Я же, в принципе, поддерживаю тебя, когда ты говоришь, пусть цветут сто цветов. Пусть они действительно цветут. Ну, я вру всегда. Да, ты вру, но я тебя поддерживаю. Рука к пистолету. Я отношусь совершенно спокойно к любым проектам. Продюсерским, непродюсерским. Я просто считаю, что любой музыкант, будем говорить, что человек, который поет ртом и играет. Пальцами на гитаре, а он музыкант, да? Он должен быть все-таки личностью какой-то, да? И, ну, когда вот ты сталкиваешься с агрессивной типологией ПТУшни, вспомнишь, девочки ходили, которые вот руки в рукава так прятали, знаешь, в 80-х. Вот когда вот это начинается... Увы, помню. Хорошие девочки были. Это невозможно. Причем агрессия, она совершенно не мотивирована, да? Потому что поэтому, что у нас не было задачи оттоптаться на группе серебро. Глупости какие. Конечно, не было. И вот девушка Насти, например, мне очень понравилась, мне ее очень жалко, если честно. Потому что она во все вот это... У нее пока еще чистые глаза. И она во все вот это сейчас окунается. Как она оттуда вынордет, никто не знает. И, в общем, это будет зависеть от нее. Но... Это грустно. Это грустно, что ты приглашаешь в студию людей, которые были на Евровидении и представляли нашу страну. Так, стоп, вот этого, извини, пафоса только. Да это не пафос, Гарик, это не пафос, я не о том, просто, понимаешь, как, и когда они приходят в эфире, и вот, понимаешь, на любой вопрос, который идет в разрез с продюсерской установкой, люди не отвечают. Потому что им нечего ответить. Гарик, ты знаешь, вот не то, что это и наша беда, конечно, наша вина, нет. Но, тем не менее, наши коллеги из прочих средств массовой информации сделали все для того, чтобы каждый приходящий в эфир, каждый дающий интервью печатным СМИ чувствовал себя клябаском, понимаешь? То есть, если у тебя берут интервью, значит, ты велик, и значит, ты должен ответить на вопрос, ваши творческие планы, и все, понимаешь? То есть, наши коллеги, коллеги, которые берут интервью, они в том числе и у группы «Серебро». Ну, потому что, если наши коллеги не будут зализывать все, что можно на голове и на других частях тела наших, как называемых, звезд... Не будет денюжков, да. Вот, я считаю, что когда вокалистка довольно известной группой пять раз позволяет себе в эфире фразу «не надо нас обсирать», это говорит о низком интеллектуальном уровне. Если я не прав, вы меня, Наташа, например, поправьте. Нет, это говорит о небольшом аксологическом запасе. Хорошо. Так, Капралова Виктория Андреевна нам написала, это самые ужасные ведущие. Ну, это правда. Мы стремимся к этому, на самом деле. А почему она обосновала, это Виктория Андреевна? Нет, просто. Просто написала, ну, хорошо. Громов говорит, ведущие все делают правильно. Это, Иван Александрович, это тоже не так. Да, это и все. Мы, к сожалению, не все делаем правильно. Мы заработаем для вас. Господи, наша задача доставить вам полтора часа радости с интересным по возможности собеседником. Вообще программа «Танцы с волками» это не программа о Минаеве и Руженнике. Абсолютно. А здесь никому не интересно. Это всего лишь на все два говорящих головы. Это программа о человеке, который приходит к нам в гости. Или о двух людях, как сегодня сразу, допустим. Да, поэтому если бы у нас была задача там что-то сделать, мы бы устроили, конечно, сегодня скандал из этого эфира. Но мы же мальчики взрослые. Не-не-не-не, мы скандал, нет, мы против скандалов. Дорогие друзья, телефон наш сейчас должен, по идее, заработать, мы надеемся, как зарезанный. Телефон 225-3377, код Москвы 495, форум 3w.радиомаяк.ру и 5533. Это наш смс-портал. Каким бы вы хотели вдруг видеть программу «Танцы с волками» в следующем уже эфирном сезоне, который начнется, я так понимаю, в августе. Да, Сергей, в августе начнется. В августе эфир еще как. А ты что тут уже на минор-то уходишь? 225-3377. Сергей Минаев и Игорь Ружейников на радио «Маяк». Ты знаешь, кого бы хотелось в эфир? Жалко, возможностей в субботу у меня не будет. Вот их продюсера, Максима Фадеева. А зачем? А я бы ему задал несколько вопросов. Например, считает ли он, что музыка это не только провокация, что клипы можно снимать не только основываясь на охах и вздохах, что тексты можно писать без учета не только о наркотиках, например. Да, еще бы я спросил... Нет, это еще про Тарантино было. Про Тарантино. Не о кино на Тарантино. Еще бы я у него спросил, например, считает ли он это достойным мужчина, или честным перед собой брать не очень образованных, возможно, не очень дальновидных 22-летних девочек, заставлять их заниматься ерундой. Ты знаешь, вот я призывал наших радиослушателей звонить по телефону... Это уже не продюсерство, это ты знаешь, это вот... Ну ладно, я не буду это слово говорить. Это нормальный порно-бизнес. Да, 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 это сутерство. 2-2... 2-2-5-3-3-7-7, код Москва-4-9-5. Денис, здравствуйте, Денис. А вот здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Вы хотите гадость нам сказать или наоборот? Нет, ни в коем, ну, то есть отчасти, наверное. Давайте отчасти гадость. Давайте отчасти гадость. Да, то есть в развитии той мысли, которую вы сейчас, собственно, сами уже и выразили, конечно, хотелось бы, чтобы просто оппонентов подбирали более серьезных, потому что то, что было вот сейчас, например, это больше напоминало такое распятие поющих стрингов, которые по определению не могут ничего и противопоставить. Денис, да дело все в том, что, понимаете как, мы же их изначально-то распоминать не хотели. Просто когда ты задаешь вопрос своему гостю, какие вам нравятся группы, например, да, музыкальные, западные или отечественные, она воспринимает этот вопрос так, как будто ты ее назвал какого-то... Какие у вас на вас трусы надеты. Ну, это же невозможно. И потом, Денис, понимаете, вот крути-не крути, хотим мы или не хотим, группа Серебро, это команда, ну, скажем так, это медийные лица. Когда мы говорим группа Серебро, не надо объяснять, что это такое. Маяк, это радиостанция с одной из самых больших в мире аудиторий. Согласны, Денис? Абсолютно. Мы не должны объяснять, кто к нам пришел в гости, понимаете? Вот группа Серебро, вот это такие люди. Любите их такими или не любите их такими. Мы пытаемся показать человека, только и всего. Да, а приори было понятно, что за ними стоит Макс Фадеев, который, собственно, в их головки вкладываете слова, которые они не говорили. Денис, вы понимаете как? Ну, у нас у всех есть какие-то начальники, редактора, редакторы, стоящие. Понимаешь как? Ну, мы же все-таки что-то читали, мы что-то слушали. И, в общем, задача любой творческой единицы – попытаться связать плюс-минус не два, а пятнадцать слов в эфире. Ну, Денис, огромное спасибо вам. Вы знаете, наверное, вот, ну как, других писателей у нас для вас нет. Абсолютно. Понимаете, они разные бывают. Спасибо большое, Денис. А у нас Юля дозвонилась по нашему же телефону. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Юля, здравствуйте, дорогая наша. Да, мой ник Милка, я с форума группы Серебро. Сейчас вот слушаю эфир, и на самом деле не очень понравилось отношение к девчонкам. Да не где вы, это Юленька. Юленька, а сколько вам лет, если не секрет? Ну, 16. 16 лет. Юль, у нас же не было задачи обидеть ваших кумиров. Мы хотели с ними поговорить. Вам же было бы интересно, какую музыку они слушают, какие книги я не читаю. Ну, на самом деле, еще такой вопрос. Вот вы там говорили про низкий интеллектуальный уровень, потом после эфира, на самом деле, девчонок. А вот просто вопрос, они у вас первый раз, да, в эфире? И последний, я надеюсь, в нашем эфире. Я тоже надеюсь, что последний, это реакция взаимная такая. Вот, потому что, на самом деле, вы не знаете девчонок. Мы пытались их узнать, милая моя. Юль, вот вы поймите, дорогая, вот мы пытались узнать, мы что-то спрашивали, Настя действительно что-то пыталась отвечать. Через месяц Настя уже прекратит отвечать, потому что ее мозги свернут напрочь, понимаете? А Настя прекратит отвечать еще раньше, я думаю, потому что после таких вопросов уже... А какие бы вы... вот скажите, а что бы вот... Что бы вы спросили? Вот что бы вы спросили? Вот вы сидите вот на нашем месте, Юлинка. Ну, все вопросы написаны уже, вот я сейчас... Ну, вы бы что спросили? Я именно, например, спросила вот про... больше про их творчество, потому что как вот... Они же ничего не делают. Секунду, секунду, а что бы вы спросили? Сформулируйте вопрос. Да, да, вот. Ну, вопрос какой? Да. Какая сейчас концепция группы, вот после прихода Насти? Расскажите, вот, например, я бы вот это спросила. Хорошо, Юля, а у меня к вам такой вопрос. А какая она была до прихода Насти? До прихода Насти это были... Ну, сейчас мы высказываем наше мнение. Это были три кошки. С Настей я еще не знаю, честно. Не знакома очень хорошо. Господи, боже мой. Но я считаю, что изменилась. Юль, Юленька, скажите, пожалуйста, а папа с мамой одобряют? Да, честно одобряют. А они знают, что такое марихуана, что такое опиум? Они одобряют вообще вот в вашу улицу? Извините, конечно, я так по-стариковски, но все-таки, знаете... У самих детей что называется? Петь на всю страну песню, которая называется «Марихуана», причем об этом заявлять на своем сайте, что мы записали песню. Ну, там не марихуана, там сленг. Вы считаете это нормально? Я считаю это нормально. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Удачи вам, Юленька. Встретить вам хорошего парня и закончить профтехучилище. Слушай, у меня дождь чуть младше, у меня сердце кровью обливается. Это катастрофа. Это пропагация. Сначала было три кошки, а теперь будут три белочки. Ну, Сереж, ну 16 лет. Ну, не 16 лет, Гарик. Девочка одна, кстати. Я в 16 лет слушал другую музыку. Я тоже другую. Хотя у нас тоже было групп, начиная от комбинации, кончая грацией, неба. Огромное количество. Значит, Вадим дозвонился. Вадим, здравствуйте, дорогой вы. Алло. Здравствуйте. Да, Вадим, здравствуйте. Я в Калининграде звонил вам. И, вы знаете, я первый раз вас услышал, когда вы с Митволем были. Да. Я думал, вы подеретесь в эфире. Нет. Вы что? Мы любим Митволя. Митволь очень большой и сильный. Мы не могли бы... Митволь, кстати, Митволь сильно выступил на этой неделе. Все его слова про то, как он будет, значит, защищать зеленую Россию, как он будет насаждать деревья, они все быстро закончились. И он пошел работать к Клушкову. Вот молодец, мужик. Нет, ну мне понравилось, как вы... Я говорил, я думал, что вы с ним подеретесь, но он отвечал вам. И мне понравилась ваша передача. Действительно, танцы с волками. Вы не шакалы были, вы действительно нападали. Спасибо. И вот... Ну, вкусно вы нападали, понимаете? И вкусно Митволь оборонялся. Вот после этого я вас слушаю. Спасибо большое. Поэтому удачи вам и... Спасибо огромное. А Митволь молодец, да? Митволь? Красавелла. Я ушел из государственных структур, чтобы пойти бороться в государственные же структуры. Красавчик, мужчина. Просто пятерка Митволя. Так, хочу... Петр пишет. Хочу услышать громкое разоблачение, политическое, развлекательное, любое. В прямом эфире. То есть любое разоблачение хочет Петр услышать. Слушай, а вот как ты считаешь? Разоблачение? Я не бреюсь. Правда? Угу. Я тоже. Вот тоже, как ко мне, вопрос. К сожалению, не знаю, чем помимо радио занимается Игорь. Вы знаете, я вообще ничего. Я даже радио не занимаюсь. Так, еще у нас... Максим дозвонился. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Мне вот, конечно, ну как, вы хороший ведущий, да. Я, допустим, в группе «Серебро», там, я не кумир, ничего. Допустим, в машине даже, когда диск играет, перещелкиваю их. Вы имеете в виду или поклонник? Да, вообще никакой. У меня поклонник, там, Макаревич, я могу послушать. То есть я человек такой, человек настроения, понимаете? Ну, конечно, да, очень грубый разговор у вас вышел. Как бы, ну... Безобразие, я считаю. Такой пафосный. Ты грубый или пафосный? Немного пафосный. О, хорошо, подождите. Вы не хотите слышать пафос в эфире от Минаева и Ружейникова. Правильно, да? Нет, ну, вы все равно пригласили за людей. Что такое пафос? Ну, понимаете, вы... Людям показали, ну как, свое место. Нет, нет, ну что вы, это неправо. Нет, 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 вы неправы абсолютно. Честное слово, позвольте, мы оправдаемся перед вами. Если вдруг кто-то нас неправильно понял. У них свое место, у нас свое. Мы живем часто в непересекающихся мирах. Мы хотели, хотели вызвать их на живое человеческое. Хотели, чтобы они рассказали о том, какие они люди. Об искусстве говорить, о кино болеть, неважно. Но они не говорили почти ничего. Настя что-то пыталась, но она просто еще в группе не дал. Ну да, она пыталась, ее немного как бы прикрыли. Ну, она, понимаете, люди пришли заработать денег в этот шоу-бизнес. И мы тоже. Это же можно по-разному делать. Ну, они работают на продюсера. Понимаете, вот вы тоже сейчас сказали, у них песни там про марихуану, да? А возьмите группу, допустим, Мумитроль, да? У них песни про... Нет, мы сейчас все будем перечислять. Ну, вы сравнили, простите меня, пожалуйста. Большой палец правой ноги с самопешечным аппаратом под названием «Ручка». Мумитроль – это одна из лучших групп современной российской эстрады. Ну, я их начинал слушать еще, когда они даже в радио не были. Понимаете, я в то время жил на севере и слышал их, ну, записанные, вот, чисто не студийные. Ну, вас-то понятно. Итак, резюме, вы хотите, чтобы меньше было пафоса, как вы изволили выразить, от ведущих. Мы вам обещаем, что так оно и будет, что никакого пафса быть у нас больше и не может. Сереж, у нас с тобой, оказывается, много пафос. Вот в чем я никогда тебя не обвинял, так это вот пафос. Я не их кумир, который сказал наш... А мы их кумиры, на самом деле. Тридаблорадиомаяк.ру, также до сих пор работает СМС-портал 5533, телефон должен еще работать, по идее, а что бы ему не работать. 225-3377, код Москвы 495. Так, ведущий, пишет Богданов Алексей Андреевич на нашем форуме. Алексей Андреевич сам? Да, Богданов Алексей Андреевич. Это уже никаких границ не знает, вы несете такой бред. Какой? А? Какой? Да я бы не знал. Нет, какой бред, ну, это интересно, кстати. А Скиданов Владимир Евгеньевич спрашивает вопрос ведущим, кто из вас через слово говорит, вы понимаете? Я, к сожалению, Руженьков иногда. Это у нас... Или нет, или я тоже, вы понимаете. У нас мусор такой. Мусор у нас словесный, нас не учили ничему, нас вообще не учили. Нам хотелось бы делать такие интересные эфиры, как с гражданином Митволем или с гражданином Джигурдо. И даже с гражданкой Волочковой был хороший, живой, человеческий эфир. Но, к сожалению, их раз-два и обчулся. Таких людей мало ведь. Крайне узок рук этих революционеров, на самом деле, и многие из них почему-то... Не здесь. За последние полгода у нас были случаи, когда звонили наши редакторы, говорили, вот, пожалуйста, приходите, 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 радиостанция «Самаяк». А потом узнавали, куда? Кому? Говорят, нет, туда мы никогда не пойдем, никогда! Люди отказывались. А ведь это такая, в общем, лакмусовая бумажка, проверка на тратата. Что ты, Наташа, нам покажешь пальцем у виска? Мы там знаем, что мы идиоты. Средним пальцем у виска. Мальчик все там, по-моему, показывает. Итак, значит, «Танцы с волхами» уходят на месячный, более чем месячный перерыв, будем встречаться в августе. А я так вот себя остаюсь. Медиа, по-прежнему, любит вас, и я, Сергей Минаев, буду к тебе, Руженников, приходить в телефонном проводе. Приходи ко мне в телефонном проводе по ночам, являйся. Да, спасибо. Спасибо.